сегодня у нас лекция посвящена последняя лекция по геометрии которая посвящена разным темам связанным с индексированием геообъектов активно используется в разных картографических сервисах вот и у нас будет две две сегодня под темы это коды деревья и геохэш какие задачи вообще есть для поиска хочется объекты проиндексировать так чтобы точки если то точки что можно было их быстро искать если какие-то многоугольники или прямоугольники параллельные осям координат возможно то это могут быть другие структуры данных вообще их довольно много вот кроме когда деревьев и часто еще упоминают про r деревья они по-другому немножко строят но может быть пару слов можно будет сказать про это часто ищут прямоугольник точки в прямоугольнике то есть есть набор точек самая простая задача одна из самых простых задач хочется уметь быстро искать точки в каком-то фиксированном прямоугольнике если просто набраны точек то одна из тоже частых задач на карте особенно найти ближайшую точку из этого множества если у нас есть какие-то зоны полигоны то часто ищут ближайшие зоны или наоборот ищут те зоны в которых которые содержат данную точку еще одна из таких частых задач здесь я не написал об этом найти точки которые из множества которые находятся на 1 1 от текущей от некоторой фиксированной точки от допустим позиции не далее чем на r это если это вот r расстояние от которой мы ищем она фиксирована то структура данных которых которые хранить точки она может зашиться на этот r это то расстояние которое будет использоваться при поиске и на базе него работать так можно модифицировать r-дерево вот чтобы оно было удобно именно для этой задачи так когда дерево когда дерево такая довольно простая структура данных камерное дерево позволяющие индексировать объекты изначальной точки в камерном пространстве изначально у нас есть некоторое множество точек давайте начнем и мы в падере все точки разбиваем на на узел на левое по дерево и на правое по дерево 107 точек и они довольно просто выстроены первое разбиение у нас идет по вертикальной прямой их разбили получили точки 3 . слева одну точку на самой вертикальной прямой 3 точки право и дальше каждой из множеств разбивается независимо друг от друга поэтому здесь вот такой вот узлом уже по другой оси чайли там по по оси y и уже они независимо каждый в каждом подножке будет свое разбиение здесь также выбирается некоторая прямая являющаяся медианом уже по игрику и появляются два под дерево с узлами которые выше с узлами которые ниже точно также правом по дереве узел может содержать некоторую вершину как представителя и дальше в самих деревьях его может уже не быть еще один примерчик посмотрим вот если кстати есть три координаты то так можно чередовать начале по x потом по игре потом по z по и по z разбиение уже будет соответственно не прямыми а плоскостями вот здесь вот первая прямая вертикальная красная потом вторая прямая это вот зеленая здесь когда задели кусок отрисовывать не все дерево некоторые области потом когда дерево строится становится начале изначально две области неограниченные а потом они становятся ограниченными некоторые из них разобьем например опять по горизонтали потом по вертикали а потом опять по горизонтали тот некоторые прям эти области станут прямоугольниками вот я уже сказал что в узле в самом узле каждого дерева можно хранить эту точку который по которой выполняется разбиение у которой будет медианной с медианной координатой по иксу а можно этого не делать можно эту точку протолкнуть дальше и пусть она в каждом узле идет дальше в нужный узел например мы храним слева точки строго меньшие этой координаты а справа больше либо равные этой координаты точка она попадет направо то же самое с разбиением сверху снизу по горизонтали если бы у нас к это вот число к на которых количество размерностей уменьшить до 1 то по факту это будет просто двоичное дерево поиска если узел хранится внутри то такая ситуация была бы что узел у нас как в обычном дереве поиска есть в узле и мы на базе этого узла смотрим ага если нам нужно искать слева там идем налево если нужно искать справа идем направо спускаемся в нужное под дерево вот это дерево будет полностью сбалансировано у него будет чисто логарифмическая глубина потому что каждый раз мы делим как можем почти пополам почти потому что там вообще ничего отчетный случай как строится когда дерево итеративно развиваем все точки вертикальной прямой так чтобы слева и справа от нее было примерно порвну вычисляем медиану получаем подножество для левого и для правого ребенка каждое подножество рекурсивно разбиваем уже другой следующий прямой горизонтальный если у нас много размерностей то там следующее будет разбиение по z потом после по 4 по 5 и так далее потом это все зацикливается опять начинается по первой координате разбиваться вот каждый раз мы в каждом в этом множестве в оставшемся с нуля вычисляем медиану с нуля потому что то какое множество получится мы заранее не знаем и какой-то сделать сортировку один раз на все случаи жизни не получится потому что внутри каждого множества нам нужно этот вот предикат сортировки сравнение он будет каждый раз разный вот поэтому тут есть некоторая тонкость давайте вот еще одно еще одну картинку посмотрим здесь на этой картинке узел который по которому выполняется разбиение он лежит внутри внутри дерева и здесь еще есть у этого дерева особенность что он разбивает до некоторого уровня то есть мы еще не обсудили когда заканчивается когда заканчивается разбиение можно по-разному делать можно заканчивать разбиение когда остается ровно один узел и дальше считать что этот узел по нему выполняется как бы следующее разбиение и он просто у него нет дочерних слева и справа это самое простое наверное но если мы узлы проталкиваем вниз то таких листовых узлов будет существенно больше так можно сделать это немножко почему почему иногда делают что узел не хранится в узле а проталкивать ее вниз до листьев чтобы упростить алгоритмы которые занимаются поисками но не упростить в каком смысле да упростить вот на этой картинке еще такая особенность что мы можем ограничивать разбиение листа останавливается разбиение листа когда в нем накапливается там не больше чем какое-то количество узлов остается здесь вот если остается два узла то дальше уже разбиение не выполняется так ну вот видно что вот вершина p5 на здесь спущена в левое дерево да здесь равные элементы остались все-таки в левом а давайте посмотрим типа 2 2 у нас тоже в левом прибивается p2 равные значит слева или сверху вот p4 вот он p4 по прямой l5 развивается множество состоящий из двух точек из p4 из p5 и получается эта точка которая чем она еще чем хорошо может быть проталкивание этого узла до конца вниз что если мы ищем точки в прямоугольники например то нам нужно итеративно если все точки хранятся в листьях нам не нужно каждый раз проверять попадание точки узла прямоугольники можно добра дождаться когда мы дойдем до листьев и тогда эта проверка может быть даже лишним чуть чуть уменьшит количество сравнений вот потому что этот p5 он точно его не будет в нижнем дереве если мы ищем в каком-то прямоугольники пересекающим эту прямую или один то если бы этот узел p5 хранился бы в узле от самого дерева то нужно было бы эту проверку делать а так можно не делать потому что p5 окажется в верхнем по дереве относительно l2 да он дальше участвует в последующих разбиениях и он в какой-то момент выпадет возможность того прямоугольника по которому выполняется поиск и автоматически даже не будет сравниваться потому что мы будем сравнивать только например с l2 по которой он разделился с прямоугольником вот так такая вот еще мысль построение значит то которое было сейчас представлено рекурсивная она у него есть несколько особенностей классическая особенности что если у нас есть лежат несколько точек на 1 1 прямой если лежат на вертикальной прямой по которым выполняем разбиение тогда у нас медиана по факту может быть несколько раз идеал можно выбрать и тогда может получить что если не все одинаковые то нас разве не пополам не будет в этом случае действует можно действовать как обычно в вексарте дело так что у нас половину влево половину вправо когда нас нужно будет учитывать в разных алгоритмах и при спуске нужно будет понимать что . может ходить как слева так и справа можно действовать но так она все равно скорее всего и понадобится сделать если мы хотим этот случай обрабатывать и разбивать точки равномерно налево и направо вот то можно делать либо методом разделяя властвуй брать медиану так чтобы среднем слева и справа равные медианы были более менее поровну вот есть там соответственно разбиение хаара для этого а есть а можно можно просто по-другому немножко сделать можно функцию сортировки и так более удобно добавить композит делать его композитные то есть сравнивать не только по x координате но и по игрек например вот это сделать некоторую эксиграфическую сортировку вначале по текущей координате по которой мы разбиваем а потом по каким-то другим главное их фиксировать это это разбиение допустим по всем следующим в порядке того как мы делим дерево вот тогда мы автоматически получим какую-то какую-то сортировку и вероятность если у нас нету равных точек одинаковых то каждый раз медиана будет браться там в среднем зависимости от точек как-то более-менее равномерно разбивая остальные равные на левую на правую часть вот если искать медиану методом quick select как как сорта разделяет властвуй то мы получаем одну один поиск в среднем от m какой поиск вот если такой способ используется в худшем случае будет для медианы лучший время какой помните не забыли а в худшем случае будет n квадрат к сожалению потому что может так получаться что опорный элемент который мы выбираем если у нас там не очень сложный выбор опорного элемента то в худшем случае будет n квадрат вот к сожалению и тогда если мы будем каждый раз получать n квадрат то там асимптотика суммарная будет тоже порядка n квадрат вот это конечно очень плохо и так делать наверное не надо но в среднем будет хорошо но если хочется гарантировать какое-то другое время работы то либо нужно использовать поиск медианы поиск порядковой статистики с гарантированным временем от n а у него константа примерно в 10 раз хуже это метод и я напомню это когда мы разбиваем на пятерки там через вариант с семерками вот когда мы развиваем на пятерки вот в каждой пятерке отдельно выбираем медиану и потом отдельно медиана медиан когда мы отдельно в каждой пятерке выбираем медиана потом смотрим эти медианы сортируем ищем рекурсивную медиану медиан, потом ее считаем форным элементом, относительно нее разбиваем, и тогда есть гарантия, что там эта медиана попадется в диапазон от 0,3n до 0,7n. То есть она и оставшаяся часть, даже большая, которая может иметь размер 0,7n, она рекурсивно также мы по ней ищем нужную порядковую статистику, и гарантированно находим ее за от n. Константа такого алгоритма, она довольно большая, в среднем она там в 10 раз хуже работает, чем обычный quick-select, но для системы реального времени это, наверное, одно из правильных решений. Еще есть другое решение, просто взять и отсортировать. Гарантированная тоже сортировка, и у нее тоже, может быть, хуже будет время. Ну, тогда в среднем время будет от n log n, и в худшем случае, если мы будем гарантированно сортировать за от n, и гарантированно доходить медиану за от n, тогда и в худшем случае все равно тоже будет от n log n. То есть она достижимая. Так, как искать? Ищем точки в прямоугольнике. Рекурсивно. На входе у нас есть корень и прямоугольник. Вот мы говорили про область вершины. Давайте мы ее обозначим и регион от v. Вот этот вот прямоугольник r, который у нас есть. Мы будем каждый раз смотреть, как этот прямоугольник r пересекается с регионом текущего узла. Изначально у нас в качестве региона текущего узла это весь этот сам корень, и мы рекурсивно спускаемся вниз. Если корень является листом, то это одна точка, мы ее просто проверяем, если что, в отзорчании. Если это не лист, смотрим, пересекают ли регионы детей прямоугольник r. То есть мы смотрим регион левого узла, регион правого узла, если они не пересекаются, то значит нам делать нечего, рекурсивы там запускать не надо. Если пересекаются, надо запустить рекурсивы. Все, больше ничего не делаем. Единственное, что если мы зашли в узел, и весь регион узла содержится в прямоугольнике r, то можно сразу все вывести, вывести сразу все точки из него. Для этого нужно просто обойти дерево. Ну и в зависимости от того, как у нас сделана реализация, хранится ли у нас в узле текущий какой-то узел или не хранится, хранится ли у нас в корне узла некоторая точка или нет, то, соответственно, тоже либо ее сразу выдавать, либо не проверять на попадание в прямоугольник, либо не сразу. Еще раз, что такое регион? Давайте сейчас я покажу на картинке. Вот. Здесь вот есть регион. А, вот это вот области. Изначально это регионом узла будет вся плоскость. Потом мы разбили, у нас получается полуплоскость. Если мы... Давайте какой-нибудь прямоугольник. Сейчас надо было, наверное, картинку нарисовать. вот, который будет содержать точки P1, P2, P3. Вот такой вот. Мы посмотрим. Хотя нет, он довольно большой. Давайте просто P1 и P3. Вот. При разминии, значит, первого... Вся плоскость не попадает в этот прямоугольник, естественно. Поэтому мы спускаемся рекурсивно влево и вправо. Смотрим, справа пересекает или нет? Нет, не пересекает. Значит, вправо нам не нужно спускаться. Спускаемся только влево. В левом регионе смотрим, совпадает ли он внутрь всего прямоугольника. Нет, не попадает. Значит, нужно проверить рекурсивно. Смотрим вверх-вниз. Ага. Верхний кусок не попадает в прямоугольник. Значит, мы его не рассматриваем. Попадает только нижний. Содержится ли он полностью в этом регионе? Нет, не содержится. Значит, мы тоже рекрусивно делим пополам. Смотрим на левую и правую сторону. Каждая из них содержится в этом прямоугольнике. Значит, мы рекрусивно запускаемся и от левой половинки, и от правой половинки. Рекрусивно запустившись от левой половинки, мы тоже два раза запустимся от верхней и от нижней части. Хотя здесь, на самом деле, если бы вершин хранился в самом узле, то не было бы развеяния по L8, мы бы сразу проверили, что точка находится в прямоугольнике, и вернули бы ее. То же самое для левой точки. Если бы у нас прямоугольник был вот таким, который бы полностью держал эту область с ограниченными прямыми L9, L6, L3 и L1, то когда мы бы заходили в эту область, пошли бы направо, пошли бы вниз, и поняли бы, ага, мы разбили нижнюю четверть правой, она не содержится в прямоугольнике. Идем в левую, идем в правую рекрусивно, и вот когда мы пойдем здесь наверх в самый последний момент, посмотрим, ага, вся область содержится в этом прямоугольнике, значит, можно рекрусивно запуститься, тот же самый алгоритм, который выведет все, и просто на лишний раз будет проверять. Но это не нужно. Можно сразу сделать обход дерева и сразу вывести все точки, которые в нем находятся. Давайте вернемся к асинтотике. Асинтотика довольно хитрая и интересная, довольно редкая. Время работы будет корень из n плюс размер ответа. Почему размер ответа? Понятно, потому что мы должны вывести все эти точки, поэтому точно будет не меньше. А откуда берется корень из n? Корень из n берется из того, что мы выполняем рекрусивные вызовы, и количество этих рекрусивных вызовов – это столько регионов, сколько пересекает наш прямоугольник. Если этот регион полностью входит в прямоугольник, то мы это добавим в часть анс, в ответ, потому что нам внутри, мы просто, когда мы в этом прямоугольнике, мы просто пройдемся по всему под дерево, и проход по дереву с выводом всех листьев будет как раз входить в этот анс. А вот рекрусивные спуски, когда мы не полностью, наш регион не содержится в прямоугольнике r, вот такие рекрусивные спуски, они будут выполняться только тогда, когда регион пересекает прямоугольник r. А они пересекают тогда, когда они пересекают стороны этого прямоугольника r. то есть сторона, она, например, является частью некоторой прямой, которая пересекает регион. И поэтому количество таких регионов, оно не меньше, чем… оно, соответственно… Поэтому достаточно просто проверить, что какая-то прямая, вот сколько она пересечет регионов, посмотреть, сколько какая-нибудь прямая может пересечь регионов. Вот таких регионов оказывается корень из n. Давайте это проверим. Так, как это доказать? Вот q от n – это пусть, q от n – это количество… Вот возьмем некоторую фиксированную прямую, вертикальную, например, да, давайте вертикальную, и посмотрим, сколько у нас будет регионов пересекать эту прямую. Давайте картинку откроем, сейчас будет понятно. Вот здесь вот есть формула регурентная, из которой как раз будет следовать корень. Вот рассмотрим некоторую прямую, которая пересекает наше все дерево вертикальное. Она, это прямая, она, соответственно, будет либо в левой половинке, либо в правой половинке. Если она находится в левой половинке, то вершины, которые находятся справа, их n пополам, они здесь вообще в обществе не задействованы. То есть мы как минимум… количество точек уменьшается как минимум в два раза. А в оставшейся половинке, в левой, после вертикального разбиения, мы должны посчитать количество регионов, пересекающих наш прямой угольник, отдельно в левой, в верхней и отдельно в правой. В каждой из них n поделит на 4, и очередное разбиение опять будет вертикальное. То есть мы вот это вот q от n, количество регионов, которые пересекают нашу прямую. Это два больших региона, две четвертинки, левая верхняя и левая нижняя, либо наоборот будет правая верхняя, правая нижняя. Две штуки. И прибавляем к этому количество регионов, более маленьких, в котором n поделит на 4 точек. Это для верхней. И n поделит на 4 точек для нижней. Вот поэтому отсюда такое рекуррентное соотношение. Количество регионов для пересекающих прямую в дереве, содержащих n точек, в точности равно 2 плюс 2 умножить на количество регионов n поделит на 4. Если дальше написать, то получится, что здесь надо бы все-таки написать. Тогда этот вот код n, оно равно 2 плюс 2 плюс и так далее. Вот их будет сколько? Столько, сколько раз мы можем n делить на 4. Сколько раз мы можем n делить на 4? Какой-нибудь логарифм n по основанию 4. То есть это логарифм n по основанию 2 пополам. Но эти двоек это просто 2 умножить на логарифм n по основанию 4. И к этому прибавляем. И каждый раз у нас двойка здесь умножается. 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2. И получается, эта 2, она возводится в степень, какую? Сколько раз она перемножается? Ровно столько, сколько у нас можно делить n на 4. То есть 2 в степени логарифма. То же самое. 4 n. 2 в степени логарифм n по основанию 4. Вот первую часть, на первую часть можно забить, потому что это просто логарифм. Он точно меньше n. Даже 1, 2 логарифм. То есть это логарифм 2. Логарифм n по основанию 2. Он меньше n. Поэтому можно написать так, что это равняется у большое от 2 в степени логарифм. 2 в степени. И вот эта степень, это что такое? Это логарифм n по основанию 4. Это 1, 2. Так, 1, 2. Отлично. Ну, а! Такой красивый знак. 2. О, вадится. 1, 2. Логарифм. Логарифм n. Двоичный уже. Вот. 2 в степени 1, 2 логарифм n. Это как раз и будет корень из n. Так, вот. Дальше. Да, можно, если у нас не точки, а что-то другое, можно строить дерево многоугольников и разбивать по некоторой точке представителя. Обычно, если такая картинка хорошая, тем, что показывает, что в реальности часто делается. Все эти объекты, ну, например, какие-то зоны, зоны каких-то областей, которые хочется искать и которые могут быть разноразмерными. Если бывают маленькие зоны, если бывают большие зоны, если бывают совсем малюсенькие, и нужна, и есть хорошая точность, и желание работать с разноразмерными объектами, только д-дерево здесь подходит. Потому что оно позволяет довольно глубоко спускаться или, наоборот, подниматься. Ну, в зависимости от глубины, автоматически будет, оно автоматически все построится. Есть куча проблем, то, что у нас, если мы выбираем в качестве разделяющей прямой некоторую точку представителя этого множества, которое будет в узле, то там всякие ситуации возникают, что одни и те же множества попадают, на самом деле, и влево, и вправо, и по дереву. И если мы ищем именно по представителям, то это по факту то же самое, что мы делаем дерево точек, где в каждой выбираем некоторое множество. Что еще делается? Берутся bounding box. Bounding box – это прямоугольники, которые ограничивают множество. Ну, здесь вот треугольники, берутся bounding box. У них, кстати, если геометрические bounding box, именно геофизические, то есть с координатами, то по стандарту это точка point min и point max bounding box содержит. Вот. И пытаются их индексировать. Есть статья на хабре, где рассказывается про то, как подобрать оптимальную функцию, которая выполняла бы разбиение по некоторой прямой, так, чтобы было меньше таких разных артефактов, что у нас есть пересечения, что треугольники могут попадать в разные нити же области. Ну, в общем, этим занимаются. Я еще хотел рассказать про одну задачку, про поиск ближайшей точки, как ее можно делать с помощью дерева. Потому что поиск прямоугольники – это понятная задача, но поиск ближайшей, она может быть более частотной. Найти ближайшую организацию или, не знаю, хотим найти ближайший Макдональдс. Просто по расстоянию. Вот как это сделать с помощью кода дерева можно делать действие следующим образом. Вот у нас есть некоторая точка, фиксированная относительно которой мы хотим выполнять поиск. И хотим найти ближайшую. Давайте ее здесь расположим примерно. Допустим, где-то здесь находится. Тогда для точки первого разбиения у нас идет по узлу P5. Узел P5 довольно далек. Вот для этой задачи как раз полезно было бы хранить точку в узле дерева. Потому что мы сразу, получая некоторую первую точку из узла, мы сразу ограничиваем расстояние, для которой нам нужно найти ближайшее. И вот мы от этой точки, от которой мы ищем, померяем расстояние до первого узла из этого дерева, до P5. И мы сразу таким образом оценим окружность, относительно которой нам нужно искать. И по этому расстоянию мы это расстояние будем все время уменьшать. Оно будет уменьшаться с нахождением новых узлов. И вот первый спуск нам нужно будет сделать влево и вправо под дерево. И влево, и вправо. Дальше мы выбираем точки разбиения. Вот здесь у нас есть P2 и P7. И мы смотрим, что ага, рекурсивно, допустим, начинаем, спускаемся вначале в ту часть, в которой находится наша точка. Но это не значит, что не надо спуститься и в другую часть. Конечно, надо, потому что если бы точка находилась где-нибудь здесь, то P7 была бы ближайшей. Но просто эвристически выгоднее выйти в ту область, спускаться вначале в ту область, регурсивно, в которой находится наша точка. И дальше мы уже померяем расстояние от P2. И у нас будет глобальное переменное текущее минимальное расстояние для какой-то найденной точки. И потом, когда мы запустимся рекурсивно для области левой, для правой области всей, если расстояние до P2 до какой-то текущей самой ближней точки у нас окажется меньше, чем расстояние до прямой, меньше, чем до региона содержащей эту область, то в тот момент, хоть мы и запомнили, что мы отложили в очередь. Мы отложили в очередь, что нам нужно спуститься в это поддерево. Но в тот момент, когда мы вытаскиваем из очереди необходимость обработать данное поддерево, мы смотрим на текущее минимальное расстояние, смотрим, ага, оно у нас довольно маленькое, расстояние до региона все-таки большое. Поэтому смысл запускаться регурсивно там нет. Вот такой вот получается алгоритм. Он довольно хорош, потому что мы, спускаясь в нужную сторону рекурсивно, довольно быстро находим какие-то ближайшие точки в среднем. А потом, пытаясь рекурсивно посмотреть то, что у нас находится в хвосте очереди, то, что мы откладывали, на посмотреть на потом, мы вот эти точки, они текущую область мы кладем в начало очереди и область, которую мы разбили. Те дальние, они, скорее всего, потом при вытаскивании автоматически отсеются, потому что расстояние до них будет довольно велико. из-за того, что мы успели найти какую-то более ближайшую точку. Вот. Это я так на пальцах рассказал. Это просто для развития. К сожалению, у нас нету. Наверное, надо будет... Мы просто раньше не очень хорошо эти темы прорабатывали. Надо будет сделать нормальные задачи. Что можно было писать? Почему? Потому что геохэш, например, вот он реально используется много где. Вот есть библиотечка NanoFlan, плюсовая. Вот. Там тоже разные деревья используются. Так. Вот. Геохэш. Очень классная тема. Когда работают... Работаем с картами, когда нам нужен геопоиск, когда нам нужно что-то искать на земле, то геохэш очень хорошо помогает. Геохэш – это функция, очень интересная функция, которая преобразует точку на карте в строку. Первый уровень разбиения, на что она делает? Она так же, как в некотором смысле, когда дерево, строит разбиение всей плоскости, ограниченной плоскости, сразу ограниченной, потому что у нас координаты ограничены. Мы взяли сферу, взяли меркатора, проекцию меркатора, и посчитали все координаты. Вот эти координаты у нас – это широта и долгота. Там есть меркатор свои еще координаты, вот нам они не нужны сейчас. Здесь, на самом деле, используется именно классическая координата широте и долготе. Там есть стандарты разные, как правильно высчитывать, где что находится. И вот если мы взяли эти координаты, то всю область карты можно разбить на 32 прямоугольника. Потом 8 по долготе и 4 по широте. И каждый из прямоугольников обозвать. Дальше второй уровень разбиения будет выполнять тоже на 32 прямоугольника, но уже 4 по долготе и 8 по широте. Вот здесь, если посмотреть, в эту сторону сразу будут смотреть на точку D, на узел D, что здесь будет 4 по вертикали разбиения и 8 по горизонтали. От следующего разбиения третья буковка или циферка, она у нас будет опять 8 по долготе, 4 по широте. И вот этот вот как раз прямоугольник, который начинается на DJ, вот он здесь D, и здесь вот, что здесь, Флорида у нас, да? Вот это вот, если разбить вот на 4 так и на 8 так, здесь вот как раз вот J, буква J, вот она здесь будет вторая. И вот каждый из них можно снова разбить на 3. Джерджия. Вот. И так далее. И довольно быстро, прям сильно быстро, окажется, что мы перейдем уже в какое-то там довольно мелкое разбиение. Каждый из прямоугольников обозначается символом из алфавита, вот из такого. Это специальный алфавит BIS32. Есть BIS32, есть BIS64. BIS32 – это символ, это алфавит, содержащий ровно 32 буквы, чтобы закодировать слово из 5 бит. Вот. Угадайте, какие здесь буквы пропущены и почему? Ну, A и O. Да, A и O. И еще. I и L здесь еще пропущены. да, точно. Вот эти две буквы I и L, они очень вредные. Они часто похожи на что-то не то, и когда у нас там разные шрифты, бывает такое, что единичка на L похожа, или I какая-то очень непонятная, похожая на J. На J редко, поэтому J здесь все-таки есть. O вытащили из-за того, что O путается с ноликом в разных шрифтах. Почему A вытащили, для меня загадка, честно говоря. Я не знаю. Есть еще такой формат BIS58. Там есть заглавные и строчные буквы плюс все цифры. И из них, кроме из них тоже пару букв вытащено, там L большая вытащена, L маленькая вытащена. Отсутствует. Тоже как раз по тем же причинам, чтобы она удобно читалась именно для человека. Можно было легко ввести код какой-нибудь в алфавите. Какой, кстати, принцип именно такого индексирования прямоугольника? То есть, почему именно в таком порядке они... есть слайд отдельный. Давайте сразу к ним перейдем. Да, давайте. Вот именно в таком порядке, потому что хотелось... Там есть следующая штука. Вот если взять... GeoHash — это последовательность буквы. То есть, здесь вот DJD. Это D — это первый прямоугольник D большой на первом самом большом уровне. J — это на втором уровне, D — на третьем уровне. И получается, у нас буквы накапливаются, и чем больше букв, тем более точно мы находим прямоугольник, который там соответствует объекту. Если это мы сейчас дойдем до этого. Вот. Почему именно в таком? Потому что если представить каждый символ GeoHash побитого, то окажется, что четные биты — это широта, а нечетные биты — это долгота. Поэтому здесь специально так сделано. То есть если взять 0, 0, 0, 0, 0, 0, это вот этот вот. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, это вот этот вот. Вот. Если хочется поменять бит, там второй бит, вот хочется, чтобы второй и четвертый бит по порядку, чтобы они отвечали за широту. Ой, наоборот. Здесь 0 бит это как раз в эту сторону. А ну да, а 0, 3 и 5, 0, 2, нет, неправильно. 0, 2 и 4 бит, чтобы они отвечали за широту, а 1 и 3 за долготу. Поэтому 1 бит, когда меняется, вот у нас меняется, это будет двоечка. Да, вот она как раз двоечка. Вот. Ну, поэтому так и сделали. Первые, значит, нечетные биты за широту, четные за долготу, и поэтому такой здесь зигзагообразный получился рисунок. Для чего это нужно? А, да, а в следующем разбиении будет наоборот, вертикальность там будет, вот если возьмем первый и третий за широту, а первый и третий за долготу. И поэтому, когда мы возьмем эти биты для первой буквы и эти биты для второй буквы и поставим их рядом, то окажется, что четные биты, они все отвечают за широту, а нечетные за долготу, потому что они поменялись из-за того, что их было 5 в первом, потом 5 во втором. Вот. Получается, четные биты это широта, нечетные – долгота. И если у нас длина геохэша 8, это довольно точный геохэш, длина битовых последствий будет 8 умножить на 5, то есть 40 бит, и на каждую координату у нас будет до 20 бит. Вот. Эти координаты это просто целые числа в диапазоне от 0 до 2 в 20. 2 в 20 это еще помещается. Куда она помещается? А, это миллион. Это вообще кобейки. Вот. Давайте посмотрим, какая у нас хорошая точность получается. Вот. Если у нас 8 бит, 8… Ой, неправильно говоря. У нас было там сколько? У нас было 5. Придлиния геохэша 8. Нет, все-таки 8. Если у нас берем самые точные биты, самый точный геохэш, конечно, можно и больше строить, просто точный, более точно строить реже. То, что у нас здесь получается? Это у нас километры, кажется. Да, это километры. То есть, длина прямоугольника на экваторе, да, что на экваторе гораздо, гораздо шире прямоугольники, на полюсах, они вытянуты ближе к полюсу. Но так как в реальности на полюсах обычно мало кто находится, то геохэша вполне хватает для... И то, что прямоугольники немножко неравномерны, но вот на наших широтах там, это какой у нас, 60-й градус, да, если примерно, то там ширина в два раза меньше, высота. Ну вот, но получается все равно на экваторе 200 метров. Вот, можно увеличивать точность геохэша дальше, там можно и 10 поставить, и видно, что там очередное добавление буквки приводит к тому, что у нас точность улучшается именно по размеру раза в три. четыре по линейному размеру. Ну да. Вот. Так, дальше. Да, вы говорили про то, что эти битовые координаты, это просто... Вот эти битовые координаты, они очень полезны, потому что можно их переводить, взяв четные и нечетные биты, и сразу получить широту и долготу. Как? Мы можем, если у вас есть некоторый геохэш, мы можем взять эти биты, получить число от 0 до 2,20, нормировать на 2,20 и перевести в диапазон от минус 180 до 180 до 180 долготы и от минус 90 до 90 для широты. И наоборот. Как вычислить геохэш по точке? Мы преобразуем координаты из этих диапазонов в целые числа с нужной битностью. Таким, если нам нужно геохэш длиной 8, а это один из самых часто используемых геохэшей, то мы преобразуем из диапазона вот в это самое целое число домножаем на 2,20 то есть там миллион сколько там 48 тысяч что-то там и делим на 180 точнее не так сейчас ну да надо прибавить 2,19 да чтобы отрицательных чисел отрицательных чисел убраться ну просто преобразовать диапазон минус 180 180 диапазон линейно от 0 до 2,20 то есть прибавить 2,19 разделить на умножить на 2,20 сейчас вначале вначале прибавить 180 потом разделить на 360 и умножить на 2,20 примерно так вот и получим набор битов да она после там преобразования к целому числу у нас дробная часть отсеется та которая ответственна за точность мы получим просто значение битов этого хэша четных аналогично нечетных склеиваем их слияем выполняем слияние по очереди я все время путаю здесь написано четные будут за широту нечетные за долготу и мы таким образом просто получим битовое представление геохэша и дальше конвертируем его в base32 и получаем строчку классическую строчку из восьми букв вот как использовать геохэш он используется конечно же для поисков чаще всего строится хэш таблица геообъектов каждый объект каждая точка например или каждый прямоугольник с представителем в виде точки точнее с прямоугольником отдельно давайте просто все эти точки строим табличку где ключом будет геохэш точки если мы хотим искать точки в тех же прямоугольниках то тут есть разные можно действовать по-разному точнее не так для разных задач будут разные решения если мы хотим искать ближайшую точку то нам нужно взять геохэш точки и начать просматривать геохэш сверху слева снизу и справа и все по диагонали то есть на самом деле здесь есть некоторое неудобство что если у нас давайте такой пример если у нас точка попала где-нибудь на границу близко к границе она нужна найти ближайшую точнее не то что ближайшую ближайшую но не дальше некоторого расстояния которое соответствует сетка хэша то мы берем в этой сетке все точки находящиеся в текущем узле слева справа сверху снизу и вот часто рассматривают в таких алгоритмах часто берут 9 прямоугольников и все их перебирают просто смотрят по хэш таблице значение хэш функций известно для этих ключей для каждого ключа вытаскиваются все точки и просто перебираются в лоб если нужно найти если нужно хранить не точки а многоугольники то как делают берут у нас так используется так так гэш местами когда зоны сравнительно небольшие это там зоны торговых центров зоны аэропортов зоны больниц стадионов где вокзалов где хочется для такси у нас используется где хочется фиксировать точки выхода и там делается логика притягивания к нужному выходу когда пин ставится на карте то если он попал в зону действия этой области то он автоматически может вытолкнуться на точку посадки и вот чтобы найти ту точку ту область в которую он попал все эти области они геохэшируются там можно по-разному это делать в первой версии у нас было самое простое так как области сравнительно небольшие были то мы просто взяли геохэш сравнительно не очень глубокой точности то есть до 8 по-моему и на нем у каждой здесь написано то есть каждому многоугольнику нужно посмотреть на его bounding box и по его bounding box посмотреть левый верхний левый нижний правый верхний правый нижний точки и посмотреть на кинг геохэши и взять все геохэши которые будут в этом прямоугольнике и для для всех этих прямоугольников считать их ключами и поэтому когда мы найдем точку возьмем когда нам нужно будет проверить что точка находится в некоторой области мы ее вычисляем ее геохэш вычисляем геохэш потом по этому геохэшу берем все прямоугольники которые каким-то образом находятся в тех же геохэшовых зонах и просто для каждого из них проверяем находится ли точка в них это так мы проверим что точка находится внутри зоны аналогично можно поискать ближайшие точки для этого нужно относительно точки для точки относительно которые мы ищем нужно взять все геохэши на некотором радиусе то есть мы ищем но не далее чем 5 километров чтобы их нарисовать например потому что при отзуме большом отзуме карты их рисовать не нужно они будут довольно мелкими а при большом призуме расстояние до этих объектов будет не больше чем 5 километров и вот мы тогда эти области просто вытащим как мы для данной точки для данной точки найдем все все геохэши которые находятся в радиусе 5 километров то есть надо сделать некоторый баундинг бокс опять посмотреть на его координаты и взять те которые находятся между ними все и для их обычно немного их там фиксированное количество не больше пары десятков штук максимум если у нас довольно мелкий кэш и для каждой из них просто вытаскивать все зоны убрать дублирование и каждую из них отдельно померить расстояние до нее расстояние до зон конечно тоже хитрая операция можно по-разному мерить есть соответственно формулы которые измеряют расстояние на сфере есть точная формула она обычно используется но эта точная формула позволяет найти расстояние между двумя точками а так как мерить расстояние от точки до многоугольника это тоже хороший вопрос проще всего мерить расстояние до вершины многоугольника но если там есть некоторая сторона довольно длинная то нужно еще мерить расстояние до отрезка это отдельно сложность задачи так легко точной формулы я не находил вот есть еще один вариант как искать на базе геохэша можно строить дерево по факту соответствующее геохэшу когда мы все зоны соответствующие им по bounding боксам раскладываем по дереву дерево фиксированной глубины не больше чем какое-то но в котором изначально нет областей всех и когда у нас появляется некоторая точка то как в кододереве мы спускаемся в нужное поддерево если его нет мы его добавляем и в какой-то момент допустим в эту область мы ее зашли если нам не нужно меньше губить меньше дробить то мы ее оставляем и в нее запихиваем в листье запихиваем нужный геообъект вот примерно так какие-нибудь вопросы есть работает геохэш очень быстро потому что тут работа с битами и тут хэш-таблица получается очень хорошо процессорного времени тратится вот ну вроде бы все тогда спасибо тогда до свидания до свидания